Первые партии гран-при разыграли сегодня. Шахматные баталии проходят на базе Ледового дворца Чебоксара-арена. Участникам турнира предстоит непростая борьба. В этом убедился и мой коллега Дмитрий Ковалев. Несмотря на царящую в зале тишину, за игровыми столами кипят настоящие страсти. Побороться за призы и кубки в Чебоксары приехали более 200 человек. Среди них именитые шахматисты, чемпионы страны и мира. Первая партия символическая. Против гроссмейстера Сергея Рублевского. Сыграл 13-летний школьник из Ядринского района. Итог ничья. Юный шахматист Слава Петров признается, что для него эта игра стала неплохим мастер-классом. Я занимаюсь шахматами в третий год и научил дедушка. Эта игра развивает мое мышление. Там много комбинаций, много разных фигур и разные ходы. Умеет он играть в шахматы, занимается. Дебют первые четыре хода очень грамотно сделал. Хотелось бы побольше, чтобы шахматных турниров было. Последний крупный был 10 лет назад. Я думаю, что может быть это станет традиционным. За три дня шахматистам предстоит преодолеть 11 туров одновременно в игре задействовано 100 столов. Мастеру Фиде Сергею Соколову удалось одержать первую победу за 15 минут. Он настроен завоевать главный трофей, но сделать это будет непросто, признается шахматист. В любом из туров жребе может свести за столом любители и чемпиона. Для шахматиста самое важное, конечно, концентрация внимания. То есть нужно постараться отключиться, по крайней мере, во время партии от окружающего мира полностью. Сознаточиться на предстоящей партии. Ну, по-моему, так же, как и в других видах спорта. Я с 7 лет играю, достаточно давно. И в турнирах тоже много раз участвовал, в выездных за пределами республики. Одной из фаворитов турнира досрочно называют Валентину Гунину. В свои 27 лет она завоевала титул международного гроссмейстера. Мне очень приятно играть в таком турнире. Вчера я давала сеанс, была пресс-конференция. Первую партию я выиграла, сейчас посмотрим, что будет дальше. Чемпионаты по шахматам такого статуса чебоксары не принимали вот уже 10 лет. Соревнование памяти чемпиона страны Владимира Сергеевского – это один из этапов российского гран-приа. Глава республики отметил, что благодаря таким турнирам поднимается престиж российской шахматной школы. Медриковалев и Игорь Зверев. Республика.